Доброго времени суток, дорогая община Хаффитсхайм! Мы с вами продолжаем проект Дороги Аллахи И сегодня мы с вами посмотрим законы Шабата связанные с варкой первого сосуда, так это называется Варка Бекли Решон То есть, есть у нас сосуд, который, допустим, чайник может быть кастрюля с водой Любой, так скажем, любой сосуд, в котором есть вода или жидкость И он у нас лежит либо на, допустим, плате электрическом Либо есть у нас чайник шабатний, в котором есть вода И, соответственно, оно у нас на огне То есть, огне, соответственно, как плата, да Огонь, который у нас закрытый Чем-то, либо бывает несколько видов плат, так называемых, шабатник Скажем, что есть электрические платы Есть платы, когда включают газовую конфорку И на нее складывают, скажем так, кусок такого вот железа Такого, значит, закрывают как бы огонь Покрывают его таким вот куском железа И это является плата То есть, пластина, которую можно складывать Так вот, это называется сосуды на огне То есть, первый клеришон, это первый сосуд Даже если мы берем, допустим, у нас есть чайничек Возьмем, например, у нас есть чайничек с водой До шабата его нагрели И он стоит на плате Мы его сняли с платы И этот сосуд, даже после того, как его как бы сняли с огня Он является клеришон То есть, у него есть, у этой жидкости есть способность варить Варить вещи И теперь клеришон Это, да, это вот, как я сказал Это сосуд, который стоит на плате Или, допустим, у нас есть чайник такой, шабатник В котором вода поддерживается на постоянной температуре И даже после того, как мы сняли его с огня Все равно этот сосуд является Как бы нету процесса варки Но этот сосуд является первым То есть, имеющий способность варить До тех пор, пока в нем есть температура Под названием Яд Соледед Бо Как мы говорили в прошлый раз Это температура Примерно У каждого человека, как мы говорили Разный теплообмен Теплоустойчивость Это примерно температура Если человек, допустим, положит палец В стакан с такой водой И у него, соответственно, произойдет рефлекс То есть, отдернется рука Это называется температура Яд Соледед Бо Примерно, скажем, это округлено 40 градусов Плюс-минус Вот И, соответственно, эта вода Она имеет способность Или эта жидкость Имеет способность варить другие вещи Которые, соответственно, не были еще в процессе обработки Вот Допустим, здесь приводится еще Значит Да, вещи, которые абсолютно не были готовы Либо даже Написано здесь кусок мяса Скажем так, говядины Которая не хорошо, как говорится, проварена Интересно, что здесь используется именно То есть, не просто говядина Имеется в виду именно мясо быка То есть, написано мясо быка Бык тоже неспроста Здесь именно вот Бык приводится Мы немножко скажем Что вообще имеется в виду подварка И что это имеется в виду более как бы глубоко Значит И вот скажем Мясо, которое говяжье Мясо быка, которое не сварено до конца Нельзя наливать вот на такое вот мясо Нельзя взять из этого первого сосуда И налить на него Даже при том, что он немножко как бы И проварен Вот Поэтому Значит Почему? Потому что идет Как бы идет Есть процесс Что Часть из Вот это вот Этой еды Оно варится То есть, ее как бы поверхность варится Понятно Понятно, что Если ты будешь лить Из чайника Который снятый с огня Допустим В нем 60-70 градусов Понятно, что Весь продукт Он не сварится Сварится какой-то Какой-то его Какой-то его отрезок Какой-то его Скажем так Срез О, более правильно будет сказать Срез какой-то Вот Также запрещено Добавлять Обычную воду Которая холодная Или Скажем Остывшая вода В такую воду То есть В воду Которая Выше Яцуледедбо В такой чайник Или в такую Значит Кастрюлю И даже Когда она снята С огня Почему? Потому что Эта вода Варится Да Как бы Идет Смесь воды Соответственно Вода Которая Более прохладная Она варится Варится Смешивается И варивается И варится Соответственно Приходит к температуре Вот этой Это запрещено У нас Турой И Значит Да И митсва Значит Есть так Большая митсва Распространяет Законы Именно Вот связаны С клеришон Связаны С первым сосудом Связаны С варкой Законы Почему? Потому что Это на каждом шагу Мы встречаем Вот В обиходе Что люди Допустим Пьют чай Или пьют кофе В зависимости От общины В зависимости От традиций Или использовать Теплую воду Или горячую воду То есть Достаточно Распространено И Значит Пишет Значит Наши мудрецы Что Достаточно Серьезно Нужно Уделить внимание Почему? Потому что Чтобы не было Нарушений Законов Шаббата Вот Это первая лоха Вторая лоха Значит Струя Соответственно В тот момент Когда мы Льем Из Первого Сосуда На Соответственно В какое-то Место То даже Вот эта Струя То есть Вот этот Промежуточный Момент Когда идет Переливание Из одного Суда В другой Тоже Струя Это Она Варит Как бы Поверхность Имеет силу Тоже Варить И Соответственно Вот это Запрещено Запрещено Лить Вот эту Горячую воду Которая Ятс Выше Температура Скажем так Соро Градусов С первого Кли решен С первого Сосуда На Еду Или на Что-то Что Сухое Не приготовлено Абсолютно То есть Какой-то Продукт Который Абсолютно Не приготовленный Почему? Потому что Идет процесс Варки Теперь Вот этот Вот переходный Момент Соответственно Во второй Сосуд Когда мы уже Перелили Из этого Чайничка Или из Мейхама С шабатним Вот такого Термоса Скажем так Чайника Тоже Который Шабатний Поддержит Постоянную Температуру С первого Сосуда Мы перелили Во второй Соответственно Во втором В втором Сосуде Практически Нету Варки Есть Некоторые Законы Когда Нельзя Использовать Тоже Второй Сосуд Переливают В третий В третий Точно Нету Уже Процесса Варки Со вторым Сосудом Есть вопросы Касающиеся Вещей Таких Как Чай Который Быстро Заваривается То есть Листья Чая Скажем так Есть еще С рыбой Есть С яйцом Это вот Такие вещи Которые Варятся Во втором Сосуде Не будем Вдаваться Сегодня В подробности По поводу Чая Постараемся Об Изратошем Поговорить Об этом В следующий Раз Про чай А здесь Мне хотелось Бы заглянуть И рассказать Немного Что я Услышал У своего Учителя У одного Из своих Учителей У Раба Хайма Акермана Опять-таки Я не буду Передавать Конечно Дословно Но Я думаю Что Придаст Вкус Нашим Уроком Нашей Первый Сосуд Допустим Там Вода Выше 40 градусов Когда Мы Переливаем Допустим Скажем 50-60 Не важно Температура Выше Я целую Мы Переливаем Другой Сосуд Во второй Сосуд И Как мы Сказали Уже Нету Процесса Варки Но Казалось Бы Температура Какая Она Изменилась Может быть На Несколько Градусов Все равно Эта вещь Варит Все равно У нас Есть Процесс Варки То есть Чисто С точки Зрения Физики С точки Зрения Химии Есть Процесс Варки По простому Научной Точке Зрения Если Мы Переливаем Допустим Из Чайника В стакан То Не 60 Градусов У нас Там А 56 Допустим Или 80 Осталось 77 Градусов Все равно Варит То есть Какая Разница И Здесь Мы Приходим К тому Что Тора Это Не Не Только Законы Которые Связаны С Обыденной Жизнью Не Только Как Бы Практически Это Еще Имеет Конечно Отражение И Духовное И Здесь Мы Не Зря Мы Прочли Что Именно Мясо Быка Почему Шор На Иврите Бык Это На Иврите Шор И Шор У нас Символизирует Именно Сторону Суда Сторону Как Верится Судят Да Сторону Судебную Сторону Справедливости Так Вот У нас Мудельцы Рассказывают Это В Танахе Приводится Да Именно Шор Связанный С Жесткостью С Такой Границей И Так Вот Процесс Варки Он Не Изменяется В физическом мире Все равно Варится Но В духовном Плане Когда мы Перелили С первого Сосуда Во второй Уже Нет Процесса Варки Чему Подобляется Вот этот Первый Сосуд Первый Сосуд Подобляется Учителю Который Учит Тору Да И он Горит Всем Горит Идея Идея Реализации Тора В этом мире Он Учит И преподает Учится Сам И преподает Соответственно Идет Процесс Варки А когда он Передает Это Ученику То есть Как мы Сказали Процесс Вот этой Передачи Струя Она Варит То есть Есть еще Процесс Варки А когда Уже Попадает Во второй Сосуд Нету Варки А это Ученик Второй Сосуд Это Ученик Но бывает Иногда Что Ученики Тоже Как бы Варятся Они Горят И тогда Вступает Закон Как бы Устражение Что Есть Опасность Варки Переливается В третий Сосуд И тогда Нету Никакой Варки Почему Потому что Бывают Исключения Теперь Чтобы Ученик Сам Начал Кипеть Для этого Он должен Тоже Быть Как бы Поставлен В процесс Варки То есть Сам Приложить Усилия Чтобы Начать Вариться И как бы Гореть И иметь Возможность Тоже Передавать Тактор Вот это Интересный Урок Что Казалось Бы Температура Она не Изменяется Но Оно Нам дает Глубокий Смысл Понять Почему Именно Вот тут Приводится Мясо Быка Почему Оно Должно Варить Это Почему Как бы Казалось Почему Именно Мясо Что Оно Сварит Какую-то Крошку Что-то А тут Имеется Ввиду На самом Деле Что Мы В постоянном Процессе Борьбы Борьбы Что Нас Постоянно Проверяют Постоянно У нас Идет Проверка В правильном Лием месте Находимся И соответственно Вот это Переливание Из одного Сосуда В другое То есть Процесс Обучения Человека Если он Не Как говорится Не варится Не начинает Через какое-то Время Вариться Сам Человек В данном Случа Сосудный Скажем Это человек Не доходит До момента Что он Изучил Тору И у него Есть желание Передавать Эту Тору Дальше То он Попадает Вот в эту Проблему Попадает В эту Грань Справедливости Грани Как говорится Анализа Его поведения То есть На него Смотрят Очень Не непросто А что мы Можем Сделать Мы Как бы Тем самым Что Мы изучаем Тору И начинаем Передавать Ее дальше Мы Тем самым Уменьшаем Суды Мы Уменьшаем Увеличиваем Соответственно Добро В мире Меньшаем Суды Практическое Применение Но за ней Скрываются Слои Слои Духовного Роста Человека Его Приближение Ко Всевышнему Его Поведение Вообще В этом мире Как нужно Изменять Этот мир Все Все Аллахот Которые Мы Проходим Имеет Под собой Глубокие Глубокие Слои И дай бог Чтобы мы Как говорится Вначале Хотя бы Изучили На практике Как вести себя И потом Не останавливаясь Дальше Все что мы Как говорится Получаем Приходит нам Как говорится Информация Чтобы мы Ее обрабатывали Понимали Учились И конечно же Передавали дальше Вот такой Казалось бы В нескольких Строчках У нас Как бы Законы Связанные С клирешом В нескольких Как говорится Параграф В нескольких Отрывках Но Имеет под собой Очень Очень Серьезные Грани И в принципе Все другие Аллахот Которые мы Изучаем Безаташем Чтобы мы Передавали это Дальше Сегодня это Делать легко Настаю это Повторять Отправляем Другу Линк И родственникам Рассказываем Сами учимся Горим Преподаем Это В нашем поколении Особенно важно И спасибо Всем Хорошего настроения Хорошего вечера И с Божьей помощью Продолжим дальше Изучать Законы Если у вас Есть идеи Комментарии Пожелания Пожалуйста Оставляйте их Как говорится В комментариях Или присылайте нам Наши Мессенджеры В социальной сети Всего доброго Всего хорошего Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин